Всем привет! С вами Лима Мьюзик. В этом уроке я покажу, как играть на пианино очень красивую рождественскую мелодию Щедрик. Мое простое обучение по нотам отлично подойдет для начинающих. Вначале я сыграю рождественскую мелодию Щедрик полностью, а затем я разберу ее медленно и подробно по кусочкам. Субтитры создавал DimaTorzok В этом уроке мы научимся играть главную тему из рождественской мелодии Щедрик. Продолжение этого урока вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Там уже опубликовано 155 уроков и каждую неделю я добавляю новые видео. Получить доступ ко всем урокам и поддержать мой канал вы можете по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. Сейчас будем учить первый кусочек этой красивой мелодии. Рассматриваем отдельно правую руку. Это верхняя строчка в нотах, которые вы видите на экране. Первая нота у нас Си первой октавы, но мы видим, что в ключевых знаках указан Си до моль. Поэтому всегда вместо ноты Си мы будем играть в черную клавишу Си до моль. Также мы видим, что над всей верхней строчкой у нас идет восьмерка с пунктиром. Это означает, что всю правую руку, которую мы видим в нотах, мы должны играть на октаву выше. То есть, начинаем от Си бомоль второй октавы. И теперь, когда мы нашли первую ноту в правой руке, нам нужно выучить всего лишь четыре ноты для этого кусочка. Первая нота есть, следующая Ля, обратно Си бомоль и Соль. Все, четыре ноты выучили и теперь они будут повторяться четыре раза подряд. Мы видим, что в каждом такте эти ноты повторяются. У нас идет четыре такта, значит эта мелодия повторяется четыре раза. Первый раз, второй раз, третий раз и четвертый раз. Сейчас покажу, какими пальцами играется мелодия в правой руке. Все пальцы у нас записаны в виде цифр над каждой нотой. Начинаем мы с третьего пальца с Си бомоль. Второй на Ля, третий на Си бомоль и первый на Соль. Все, и потом вот эти же пальцы будут повторяться все четыре раза, пока мы играем эту мелодию. Теперь показываю ритм для первого кусочка. У нас первая нота это четверть, на ней останавливаемся. Следующие две восьмые, их играем быстрее. Ля, Си бомоль и стремимся к Соль. Соль у нас тоже четверть, поэтому на ней останавливаемся. То есть остановка на первой ноте и на четвертой. Раз, два, три, четыре. Первая и четвертая. И эта у нас мелодия повторяется четыре раза подряд. Считаем всегда по первой ноте Си бомоль. Первый раз, второй раз, третий, четвертый. Также по ритму вы можете мыслить немного по-другому. У нас возле ключевых знаков записан размер три четверти. Это означает, что в каждом такте у нас должно быть ровно три четверти. Первая четверть это Си бомоль. Следующая четверть это две ноты. Ля, Си бомоль. Потому что две восьмые у нас равны одной четверти. И третья четверть это Соль. То есть вы можете считать до трех по такому принципу. Раз, два, три. Или даже можете говорить так. Раз, два и три. Добавляйте два и, чтобы успеть сыграть вот эти две ноты на нашу вторую долю. То есть у нас первая доля это раз, потом два и три. И по такому принципу считаете все остальные повторы. Второй раз играем. Раз, два и три. Третий раз. Раз, два и три. И четвертый раз. Раз, два и три. Сразу запоминайте этот ритм, потому что он будет использоваться и в следующих кусочках. И сейчас я сыграю, что получилось в первом кусочке. Мы видим, что левая у нас не играет и в левой записаны паузы. Поэтому играет только правая рука. Теперь учим второй кусочек. В правой руке нам ничего учить не нужно, потому что правая полностью повторяется из первого кусочка. Мы играем наши четыре ноты, нашу главную тему опять четыре раза подряд. Раз, два, три, четыре. И мы видим, что у нас опять продолжает идти восьмерка с пунктиром. То есть все, что мы видим в правой руке, мы играем на октаву выше. И сразу хочу сказать, что вот эта восьмерка с пунктиром у нас будет идти аж до седьмого кусочка. То есть сейчас все, что вы видите в правой руке, вы должны сразу читать в нотах и переносить на октаву выше. Левую руку это не касается. То есть левую мы играем в оригинальной октаве, как она записана. Теперь учим левую для второго кусочка. Мы видим, что в левой руке у нас записан скрипичный ключ. И начинаем мы с ноты соль второй октавы. Дальше мы будем спускаться подряд вниз. Идет нота фау. Следующая нота ми, но мы играем черную клавишу ми до моль. Потому что в ключевых знаках указано ми до моль. И вместо всех нот ми мы будем играть черную клавишу ми до моль. И последняя нота ре. То есть у нас идет четыре ноты подряд вниз. Соль, фа, ми до моль, ре. Теперь показываю пальцы для левой руки. Мы начинаем с первого пальца с ноты соль и играем подряд. Второй на фа, третий на ми до моль и четвертый на ре. И все ноты в левой у нас играются медленно и одинаково по ритму, потому что они у нас половинки с точкой. левую выучили. Теперь соединяем правую и левую во втором кусочке. Так как в правой руке у нас всего лишь четыре ноты. Раз, два, три, четыре. Левая всегда будет нажимать на первую ноту вот этой главной темы, то есть на си-бомоль. Берем си-бомоль и соль вместе. Играет правая. Ля, си-бомоль, соль. Теперь в правой повторяется то же самое, а нота в левой все время будет меняться. Берем фа и си-бомоль вместе. В правой ля, си-бомоль, соль. Теперь в правой опять си-бомоль, а в левой уже ми-бомоль. Вместе, правая, ля, си, бомоль, соль И последнюю ноту ре опять соединяем на си, бомоль Вместе и в правой, ля, си, бомоль, соль Также вы можете считать до трех по правой руке Помните, как в первом кусочке? Раз, два, три Раз, два, три И на раз руки будут играть вместе Вот так Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три И сейчас сыграю, что получилось во втором кусочке Теперь учим третий кусочек в правой руке Первая нота у нас ре второй октавы Но так как у нас идет восьмерка с пунктиром Мы переносим всю правую руку на октаву выше То есть от ре третьей октавы Нам сейчас нужно опять выучить четыре ноты Это нота ре Потом до Опять ре И си бомоль И у нас снова эти четыре ноты будут играться четыре раза подряд То есть вот эта вот тема из четырех нот повторяется четыре раза Теперь показываю пальцы для третьего кусочка Мы начинаем с четвертого с ноты ре Третий на до Четвертый на ре И второй на си бомоль И ритм у нас повторяется так же само, как в первом кусочке То есть вначале у нас идет четверть Потом две ноты восьмые чуть быстрее До ре И идем к си до моль Тоже четверть, на которой остановка То есть мы можем считать до трех, как в первом кусочке Раз Два Три И теперь играем эту тему четыре раза подряд Считаем по первой ноте Раз Два Три Четыре Все, правую выучили Теперь учим левую руку для третьего кусочка В левой мы будем играть интервалами То есть две ноты одновременно Нижняя нота у нас соль первой октавы Так как мы еще играем в скрипичном ключе А вторая нота это ре Нажимаем одновременно Дальше у нас в следующих интервалах Нижняя нота все время будет соль А верхняя будет меняться Во втором интервале это ми-бекар То есть обычная нота ми То есть это второй интервал соль-ми-бекар В третьем интервале соль остается А ми идет на ноту фа Это третий интервал И четвертый интервал это опять соль и уже ми-бемоль Потому что бекар у нас не стоит А в ключевых знаках указан ми-бемоль Поэтому интервал соль-ми-бемоль Сейчас я еще раз повторю четыре интервала Это соль-ре, соль-ми, соль-фа и соль-ми-бемоль Все интервалы в левой руке можно играть такими пальцами Пятый у нас на нижней ноте соль А первый будет на всех верхних нотах Вначале на ноте ре, потом двигаем на ноту ми Двигаем на фа и на ми-бемоль И все интервалы в левой будут играться ровно и одинаково по ритму Теперь соединяем правую и левую в третьем кусочке Здесь будет такой же принцип, как в предыдущем кусочке В правой у нас идет главная тема Ре, до, ре, си-бемоль И всегда на первую ноту ре, на первую ноту главной темы Мы будем нажимать один интервал в левой Берем ре и первый интервал соль-ре Отдельно правая До, ре, си-бемоль Опять на ре берем следующий интервал Вместе И правая до, ре, си-бемоль Опять нота ре и следующий интервал в левой Вместе И правая до, ре, си-бемоль И последний раз повторяем нашу тему Ре и последний интервал Вместе И в правой до, ре, си-бемоль Также вы можете считать по правой руке до трех Раз, два, три И на раз все время брать интервал в левой Вот так Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три И сейчас я сыграю, что получилось в третьем кусочке Теперь учим четвертый кусочек в правой руке У нас опять записана нота соль второй октавы Но так как идет восьмерка с пунктиром Мы играем от соль третьей октавы Два раза соль Дальше спускаемся подряд вниз Фа Ми-бемоль Два раза ре Опять вниз До Си-бемоль Теперь два раза до Ре До И четыре раза соль Раз, два, три, четыре Играть мы будем такими пальцами Начинаем с пятого с ноты соль Четвертый на фа Третий на ми-бемоль Второй на ре А на следующую ре выкладываем четвертый Третий на до Второй на си-бемоль Опять третий на до Четвертый на ре Третий на до Первым играем соль А на следующих нотах соль Мы будем играть разными пальцами Это будет третий Второй Первый Если играть одну и ту же ноту разными пальцами То звук будет более разнообразным Поэтому мы сыграли первым Третьим, вторым, первым Теперь показываю ритм У нас вначале будет повторяться одинаковый ритм Играем две четверти Раз, два А потом две восьмые Они играются быстрее Фа, ми-бемоль Опять две четверти ре Раз, два Четверти всегда медленнее Опять две восьмые быстрее До, си-бемоль Опять две четверти медленные До, до И две восьмые быстрее Ре, до Четверть соль Здесь всего лишь одна четверть Дальше две восьмые соль Раз, два А опять четверть То есть две восьмые соль стремятся к четверти Здесь очень легко запомнить этот ритм Потому что четверти это у нас вначале всегда одинаковые ноты Соль, соль Потом быстрее Две четверти ре, ре Быстрее две восьмые Две четверти до И опять две восьмые Ре, до Только в конце меняется ритм У нас идет четверть Восьмая, восьмая четверть Также сейчас покажу, как посчитать этот кусочек до трех Потому что у нас основной размер три четверти Здесь очень просто Вначале говорим Раз, два А третья четверть Это наши две быстрые восьмые Три и В следующем такте то же самое Раз, два Три и То есть я когда говорю три и Это означает, что на третью долю мы играем две быстрые восьмые Следующий такт то же самое Две четверти до Раз, два И восьмые Три и Последний такт Раз, две восьмые Это два и три То есть когда у нас просто четверть Мы говорим, например, раз, два, три А когда у нас встречаются восьмые Мы можем говорить, например, три и Добавлять вот эту частичку и Чтобы играть на одну долю две быстрые ноты А потом, когда вы уже усвоите этот ритм Вы можете просто считать до трех без частички и Вот так Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Сейчас сыграю, что получилось в правой руке Теперь учим левую для четвертого кусочка В левой уже будут аккорды из трех нот Аккорды мы будем строить от нижней ноты к верхней Нижняя нота у нас соль первой октавы Мы все еще в скрипичном ключе Вторая нота это си бомоль И верхняя нота ре Это наш первый аккорд Соль, си бомоль, ре Чтобы построить второй аккорд Мы оставляем вот эти две ноты Си бомоль, ре А вверху добавим ноту фак И это наш второй аккорд Си бомоль, ре, фа Чтобы найти третий аккорд Мы вот эти три ноты поднимем на одну клавишу вверх Получается си бомоль идет на до Ре на ми бомоль А фа на соль И у нас получился третий аккорд И последний, четвертый аккорд будет такой же, как и первый Соль, си бомоль, ре Вы его уже играли Все аккорды в левой руке мы будем играть одинаковыми пальцами На нижней ноте пятый палец Потом третий у нас на си бомоль И на верхней ноте первой То есть пятый, третий, первый Такими же пальцами играем все аккорды И сейчас еще раз повторю четыре аккорда Все аккорды буду называть по нижней ноте Первый аккорд от соль Потом от си бомоль От до И опять от соль Левую выучили Сейчас соединяем правую и левую в четвертом кусочке Первую ноту соль в правой, играем с аккордом тоже от соль Вместе Играет правая соль Фа Ми бомоль Нота ре И второй аккорд от си бомоль Играет правая ре До Си бомоль Теперь нота до И аккорд от до Вместе Играет правая до Ре До Соль И аккорд от соль Вместе И играет правая Соль 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 Также для более удобного соединения Вы можете просто считать до трех по правой руке Раз Два Три Раз Два Три Так как мы уже с вами считали И все время на раз мы будем нажимать аккорд в левой Показываю Раз Два Три Раз Два Три Раз Два Три То есть вот этот счет до трех позволяет вам легко соединить правую и левую Просто играете на раз каждый аккорд Вот что получилось в четвертом кусочке Спасибо всем за просмотр видео Продолжение этого урока вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon Ссылку я оставлю в описании под этим видео Ссылку я оставлю в описании под этим видео Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова